Сегодня мы будем печь гречневый хлопья хлеб. Для этого нам нужна будет опара. Сейчас мы будем делать опару. Я наливаю теплую воду в стакан не полный. Туда высыпаю дрожжи, сахар и муку. Насыпаю муку и все это хорошо размешаю, чтобы не было комочков. Даже если будут, но чтобы поменьше. Вот так я размешала, желательно чтобы это все меньше комочков. Теперь я ставлю это в теплое место, но теплое место у меня на батарее. Сейчас пока у нас настаивается опара, мы с вами зальем горячей водой гречневые хлопья. На 2 булки это примерно 8 ложек. 3,4,5,4,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,6,5,5,6,6,7,5,6,6,7,0. И это все зальем горячей водой. и они у нас будут набухать пока у нас опара поднимается хлопья наши гречневые набухают наша опара уже подходит до конца сейчас мы пока начнем здесь высыпать вот это у меня ложечка нее входит ложка соли пол литра воды на полу вот у нас теперь опару вот подошла как это опару у нас пойдет на хлеб на любой какой бы не заводил даже на булочки и булочки любую стряплю можно сделать такую опару выливаем выкладываем гречку на два стакана воды или на пол литра воды у нас идет 6 стаканов муки теперь высыпаем муку и мешаем санечка замесим тесто еще нарием масло примерно две ложки масла и все хорошо вымешиваем тесто замесила сейчас мы его ставим в тепло чтобы она поднялась тесто наше первый раз поднялось мы его сейчас будем пускать это взбивать чем больше взбиваешь тесто тем оно потом будет пышнее все и теперь еще раз она у нас поднимется и мы будем раскладывать формы пока сейчас у нас тесто уже почти второй раз поднялось приготовим с вами формы эти форму мы сейчас смажем маслом тесто наше готово сейчас мы его будем раскладывать по форму подбиваю он опустился пункт и сейчас форме они он еще раз поднимется и тогда уже будет готов для запекания хлебушек у нас поднялся сейчас мы его ставим в духовку и печься он будет 40 минут наш хлеб испекся все мы его достаем выпекался он у нас 40 минут при температуре 200 градусов через 20 минут я его накрыла бумагой чтобы он не сгорел цвет вот такой вот у нас вот такой у нас получился но бумагу пекарскую я смочила с одной стороны водой а с другой стороны на сухая сухой стороной я положила на хлебушек теперь мы его кладем сюда и накрываем полотенцем и до остывания остынет и будет готов наш хлебушек остыл вот мы его разрезала такой пористый получился хлеб пропеченный то сжимаешь он назад восстанавливается полезный и вкусный хлеб